Один великий философ сказал, «Главное в жизни – это семья. Карьера не ждёт тебя дома, деньги не вытрут слёзы, а слава не обнимет ночью». Каждый человек имеет своё понимание семьи. Никто тебе не даст столько искренней любви и поддержки, сколько самые близкие и родные люди. В семье ты учишься любить и всегда будешь оставаться любимым, несмотря ни на что. В России проводятся различные проекты, направленные на укрепление традиционных семейных ценностей. К примеру, в этом году уже в восьмой раз проводился конкурс «Семья года», а в октябре прошла церемония награждения победителей. И как же приятно, что в номинации «Сельская семья» победителями стали жители Карачаева Черкесии Сергей Павлович и Татьяна Владимировна Пономаренко из Зеленчукского района. Сергей и Татьяна – прекрасные родители троих детей, младшему из которых всего 9 лет. Будучи молодыми родителями, они познали счастье, статусы дедушки и бабушки. Есть у семьи своё дело. Они занимаются сыроварением и разведением коз. У них есть постоянные клиенты, которые ценят продукты за их уникальный вкус, натуральный состав и качество. И часто это гости из других регионов России, приезжающие в республику на отдых. В преддверии самого волшебного и семейного праздника я решила поближе познакомиться с этой семьёй. Елку нарядили и готовы прощаться с 2023 годом. Расскажите, пожалуйста, каким он вам запомнится? Ну, каким запомнится? Вообще-то год был насыщенный, очень интересный. В нашей семье в этом году прибавление. У нас две внучки. У нас есть два внука, а теперь ещё две внучки. Мы очень хотели, очень ждали. Вот сначала нам подарила дочь внучку, а потом мы и сын тоже подарили внучку. Две замечательные девчонки. В этом году я познакомилась ещё... Ну, как я занимаюсь сыроварением, я познакомилась с новыми сыроварами, очень интересными. Вот. Ну, и так вообще-то год он в этом году был так неплохой. В этом году мы стали победителем... Ну, наша семья стала победителями всероссийского конкурса. Было опять номинаций. Сельская семья, молодая, золотая и хранители традиций. Вот. Ну, в общем, нашу семью номинировали. Сельская семья. Мы вышли в финал. Нет, в полуфинал. Вот. Мы ездили в Москву. То есть был замечательный концерт, награждения, экскурсии. Куча, конечно, эмоций, восторга. Мы никогда не были до этого в Москве. Вот. Единственное, конечно, не очень понравилось, это жуткий холод. Ветер просто, ну, у нас такой, у нас очень такой мягкий климат. Конечно, вот это нам очень не понравилось, что невозможно не дышать. Ну, и, конечно, впечатление от Москвы, ну, очень-очень хорошая. Красная площадь, все вот, ну, как экскурсии, все вот старинные вот эти вот дома, которые нам показывали, все храмы. Ну, это, конечно, незабываемо. Вот. Ну, что еще? Первый раз я в жизни улетала на самолете. Какие были ощущения? Ну, как на автобусе, только высоко. Все говорили, страшно, страшно. Я там видела, как бы некоторые девочки действительно боялись прям вот. Ну, нет, я была смелой. Ну, говоря о вашей семье, хочется узнать, когда и как она родилась. Рассказывай. Нет, было очень давно. Мне было 15 лет. Да, я уже после службы был, занимался футболом, как бы. Я с детства играл в футбол и тренировались в том районе, где моя будущая жена жила. Ну, увидел, все пропал. Три года ходил на испытательном сроке, дождался 18 лет. Шоколадки носил, с шоколадками прикармливал. Ну, все, и теперь вот живем. Это уже, считай, 33 года стажа. Я сам из станицы, местный, учился в первой школе. И там, как бы, от школы набирали команды. Мы ездили и на первенство республики играли и выходили на, выигрывали первенство республики. Потом ездили два года подряд на, как всероссийские соревнования, этот кожаный мяч, потом еще этот колосок еще был. Ну, в общем, так, и в Зеленокумске, и в Йейске, и в Димитрограде. Ну, так вот. Ну, раньше жизнь, не знаю, как-то была насыщеннее, не знаю, чем сейчас у детей. А может, наоборот, может, мы со своей колокольней так смотрим. Мы радовались этим всем мероприятиям, стремились, бежали. Вот так. Расскажите о вашей семье, о ваших родителях. Ну, мои родители. Отец местный из Зеленчукской, а мама, она по распределению после педучилища попала сюда, в станицу, в заведующий детским садиком. Она сама есть село Сотниковское, Ставропольского края, это Благоданинский район. Ну, вот, как они рассказывают, папа, он связист там был, мама шла мимо, тоже увидел, и все. Ну, наверное, я в папу тоже долго ходил вокруг да около. Папа в этот момент, ну, как он в люке там что-то делал, связь. И когда вот он вылез, в этот момент проходила его мама. И он ее увидел. Вот и все. Вот. А Сережа мы не увидел, я просто шла, занималась в русском народном ансамбле песни и пляски. Был такой у нас раньше кубанка. Вот, я была именно в танцевальной группе, и вот мы бегали тоже, да, на танцевалку. Это было такое счастье просто пойти. Столько ребят, знакомых, девчонок. В общем, мы были одна семья. И вот мы тоже, да, я бегала на занятия, а Сережа в этот момент играл в футбол. Ну вот и все, да. Попался. И все. Ну вот, родители с тех пор вместе, по соседству живут. Это как бы первый дом строили, а потом уже построили рядышком нам. Они там живут, а мы здесь уже. Как бы вся жизнь прошла здесь, в станице. Никуда не уезжали. Единственное, кроме на службу и все, на три года я. С 85-го, ну да, с 85-го по 88-го я в Владивостоке служил. Подподник? Ну, как, было на подводной лодке, а так, в основном, я провел, как учебка подводного плавания, был этим, начальник радиотехнического полигона. Эти станции РЛС. Раньше, конечно, они были большие, сейчас, надеюсь, они поменьше. Ну, ничего, жизнь, на службе не жалею ни капельки. Эти три года это столько впечатлений, столько эмоций, настолько это было здорово везде. Ну, как и по командировкам были, и на подводной лодке были, в общем, хватило впечатлений на всю жизнь. Не жалею о службе. Как некоторые говорят, там, он потерял, у меня нет. Было очень прекрасно и здорово все. Как вы считаете, должен вообще мужчина служить комиссию? Сына отправляли на службу? Служили, Ну, правда, я год служил, мне три, как отец. Ну, за год тоже было много всего интересного. За этот период пришло в осознание каких-то жизненных моментов, переход такой из подростковой жизни в более взрослую. вот. Ну, как бы в целом, не считаю, что год прошел зря, приобрел там какие-то полезные для себя навыки, качества, ну и все, только хорошие воспоминания, плохое все быстро забывается, остается только хорошее. В целом, все хорошо. Также про службу не могу сказать ничего плохого. я считаю, что каждый должен пройти этот путь, ну и пройти его нужно правильно. Вот. В целом, все по поводу армии. 23-й год запомнился для меня массой позитивных эмоций, впечатлений. Вот. У меня родилась дочь под конец года завершения, так сказать. В плане хобби тоже добился определенных успехов. Какое у нас хобби? Увлекаюсь рыбалкой очень сильно. Вот. Отец охотник, а я в рыбалку пошел. Вот. И очень-очень сильно. Ну так получилось, что с детства мы всегда всей семьей ездили в лес, отдыхали. У нас всегда был такой семейный отдых в горах. С ночевкой, без ночевок мы всегда проводили много времени в лесу. Ну и, видимо, это так все закрепилось, появилась любовь к этому всему. И теперь вот родители в силу обстоятельств они уже не могут куда-то уехать с ночевкой. А я покоряю, так сказать, свои вершины. Вот. Хожу в горы. Бывает, что встречаются медведи. Ну, до сегодняшнего дня мирно расходились, все было хорошо. Вот. В плане в плане моего увлечения увлекся спиннинговой ловлей и в этом году поймал несколько трофейных по нашим меркам рыб, чему был очень счастлив, просто как ребенок. Давно не испытал таких эмоций. Ну, потом, конечно, после всего этого родилась дочь и эмоциональная планка еще выше. Ну, в целом, так прошел год. Много было хорошего. Были, конечно, и трудные моменты, но мы совсем справились. Вот. И надеемся, что дальше лучше. Будем к этому стремиться. И я хотел бы немножечко сказать о своей жене. Вот. Она сейчас отсутствует по причине того, что находится с нашим ребенком. Вот. мы с ней вместе уже два года прошли определенный путь, прошли определенные трудности. Вот. Я ее очень сильно люблю безумно. Вот. И с этим человеком хочу пройти весь путь длиной в жизнь. Вот. Надеюсь, у нас все получится, все будет хорошо. И я ей очень благодарен за нашего ребенка. Зовут ее Анастасия. Она тоже родом из нашей станицы. Вот. И смотря на своих родителей, я хочу прожить с ней так же в гармонии. И я очень благодарен ей, что она принимает мои увлечения, да, наверное? славности и увлечения. Любовь к горам. Да, да, вот. И отпускает меня на рыбалку и в горы. Ну, хотя, когда она остается дома, безумно переживает за меня, особенно после того, как я рассказываю, кого я там встретил. все равно каждый раз находит в себе силы отпустить меня. Вот уже статус изменился, появились свои дети. Взгляд на жизнь поменялся? Ну, конечно, поменялся. Ну, еще, наверное, не в полной мере он поменялся, ведь, ну, только это все начинается, но на данном этапе уже, как я себя вижу, произошли определенные изменения, ты чувствуешь эту ответственность. Я бы даже сказал, что для мужчины и его дети это такая слабость. Ты ни за что можешь не бояться каких-либо ситуаций, обстоятельств жизненных, но когда у тебя появляются дети, ты чувствуешь эти эмоции, ответственность, ты очень сильно переживаешь за этого ребенка, и я бы, ну, я это так называю, это такая вот слабость мужская, и это дети. Ну, своими словами, вот так вот, не знаю, как кто это понимает, у меня это так, ночами не спишь, первый месяц я просто не спал ночами, постоянно рядышком мы по очереди дежурили, но в итоге сейчас все хорошо, вот, будем стараться быть хорошими родителями, надеюсь, получится. пример был хороший, конечно, да, можно много об этом говорить, но, можно рассказать, ну, допустим, мама с папой, они всегда склоняли меня к занятию спортом, к правильным жизненным моментам, у каждого они свои, наверное, с точки зрения правильности, ну, так как отец был спортсменом всю свою жизнь, мама тоже, ну, они прививали мне эти качества, и довольно-таки, буквально, пока не началась семейная жизнь, как бы, здоровый образ жизни, благодаря которому даже в той же армии, да, это очень сильно помогает, когда ты занимаешься спортом, когда, ну, ты можешь даже за себя где-то постоять, ну, за это я очень благодарен родителям, что они, когда в детском возрасте я чего-то не понимал, в силу того, что ребенок не может осознавать какие-то вещи, родителей иногда, ну, можно так сказать, в принудительном порядке детям наставляют, что нужно вот так вот, ну, когда ты уже взрослый человек, и пройдя определенные жизненные ситуации, вот, за себя я могу сказать, что я очень благодарен родителям, то, что их подход к моему воспитанию был именно такой, где-то ремня получал, где-то, где-то, как говорится, кнутом и пряником, но в целом я благодарен, что так все получилось, потому что благодаря вот этим ценностям, нормам, к которым они меня направляли, благодаря вот этому всему, я смог пройти ряд определенных жизненных ситуаций, ну, не ударив в грязь лицом, если можно так будет сказать, та же армия, ну, я думаю, об этом не стоит говорить. учеба и все. Учеба, да, подростковая жизнь, вот это вот все. был такой случай, очень интересный, ему, наверное, в классе шестом, значит, лето, я на работе, папа на работе, я работала еще в военкомате, это просто с утра до позднего вечера, ну, как бы, я развозила повестки, была инспектором военно-учетного стола, вот, ну, призывникам, там, кому нужна медкомиссия, вот, и, в общем, допоздна, как бы, работа такая была, ребята у бабушки, дочь, и сын, так, Саша у бабушки, здесь, никуда, тут, значит, на соседней улице, друзья, вот, Саша, ну, можно там, да, до друга, и все, звоню, алло, слышу, лягушки заквакиваются, просто вот такой лягушиный хор, алло, Саша, привет, привет, мам, а ты где? Да вот мы тут сидим, я вот у друга на лавочке, мы сидим, а друг со своей лавочкой еще, наверное, за несколько кварталов от речки живут, так ты у друга, у друга, а почему лягушки квакают? мам, я на речке, я говорю, я слышу, такой быстро домой, спалился, сразу, ну, то есть, вот такой шкодник был, да, поэтому другой раз, и было, нужно было строго, потому что, вот иногда, потому что, ну, все равно, где-то, я считала, что это опасно, одному, где-то, что-то нужно было, ну, по-всякому, по-всякому, и нормально все, иногда, конечно, родители многого не знали, что происходило в жизни, с них детей, тем не менее, по прошествии всего этого времени, все так, ну, хорошо, все, все счастливы, все, и если я могу сказать такие слова, то я бы хотел, ну, в дополнение, там, про армию, про подростковую жизнь, про занятия спортом, я бы, если бы я мог, я бы, вот, просто всем, детям, подросткам, я бы советовал, заниматься спортом, заниматься собой, саморазвиваться, потому что в жизни это очень пригодится, в разных направлениях можно заниматься собой и развиваться, кто-то, так сказать, силен головой, кто-то руками, но тем не менее, когда человек хорош в какой-то направленности, определенной, он всегда найдет свою дорогу и придет к своим целям, вот, поэтому, поэтому дети должны заниматься собой, заниматься спортом, вот, и все у них будет хорошо, да, родители слушаются. У нас такой случай был, может, кто-то из родителей скажет, что я там не прав, мы с кумом поехали в гору на охоту, ну, взяли его, он только второй класс закончил, собачки были с панельки у нас, лапка и Джейсика две, бесстрашные очень были собаки, ну, в общем, ну, мы как с кумом давно не виделись, решили посидеть вечером около костра, пообщаться, он же, когда мы пойдем на заседки, ну, заседки, это, то есть, ночью с ружьем сидишь, ждешь, когда зверь выйдет, ну, мы, чтоб не доставал, на тебе ружье, фонарик, вот, теряться, иди, вот, как бы, у него, вот эта ночь, лес, он по рации выходит, папа, тут, говорит, что-то это, говорит, трещит, лапка рычит, сынок, знаешь, куда нажимать, знаю, ну, смотри, мы же сидим, папа, тут рычит, трещит опять, ну, ты же знаешь, знаю, ну, все, потом, по рации связывается, говорит, папа, уже тихо, раз тихо, ушел, не вышел на тебя, иди назад, он же сам по тропе, ну, это метро, наверное, 300-400 от нас было, он пришел сам, ну, на утро мы пошли, приходим, вот там, ночью пастся медведь, перевернулся камни, ходил, но зато у него, как, свой случай, то, что он не испугался, не завыкал, зайка, сынок, знаешь, знаю, ну, и все, молодец, ну, папа, в молодости, тоже, много времени в лесу провел, зато, сейчас, когда я ухожу в горы, с ночевкой, родители не хотят, почему-то, чтобы я уходил с ночевкой, ну, когда у меня появилась дочь, я, конечно, понимаю, что они очень сильно переживают, ну, я не могу ничего с этим поделать, мое хобби меня зовет, и это зависимость, я бы так сказал, у каждого они свои, у меня такая, да, я не могу ничего с этим поделать, мне нужно в лес, я хочу в горы, и ухожу с ночевкой, в горы, ну, бывает. С семьей? Нет, Один. Ну, как бы, семья у них недолго, да, и вот все это время, ну, мы пока ждали Варвару нашу, а мы ждали ее, можно сказать, всей семьей, это что, очень тяжело, как бы мы ее ждали, вот, поэтому, Настя никуда не могла не ходить, не это, да, ну, вот, надеемся, что теперь же Варвара вырастет, но тогда они уже сами вдвоем пойдут. У нас уже семья не стаж два года, первый год мы ездили с ней, с ночевкой, ну, это были, был отдых такого плана, мы приехали на машине, все, там, возле машины, все с собой, вот, ну, мне нравится уходить именно пешком, день в пути, там, ночью костер, все, вот, это такая, можно сказать, романтика своеобразная, ну, это эмоциональная встряска, да, это выход из зоны комфорта, это тяжело, это бывали разные ситуации, вот, ну, потом, когда ты на второй или на третий день возвращаешься, в голове мысль, что вот я снова это сделал, чувствуешь себя победителем, ну, это вот такие эмоции, которые, как сказать, придают жизненных сил, ну, если можно так сказать, лес, горы, реки, для меня это место силы, и таким образом, когда я долго не могу туда попасть, я впадаю в какие-то депрессии, у меня начинается ломка, мы не нужно пресс, вот так вот, вот, ну, вот, ребеночек подрастет, и будем всей семьей, так сказать, покорять новые вершины, очень этого жду, на самом деле, безумно, хочу привить своему ребенку любовь к лесу, любовь к животным, к всему этому, вот, ну, если получится любовь к рыбалке, буду вместе с ней, рыбу ловить, а я Гринпис, я всегда была против, вот, если даже Сережа ехал на охоту, я говорю, с животными домой не возвращайся, вот, говорю, ну, можно было кабана только уже, ладно, говорю, кабана приноси, я говорю, больше никого, ни оленей, ни медведей, никого, но он, правда, и не носил, вот, вот, оттуда, анекдот и вышел, берем по три, с машины не вывозим, Татьяна, расскажите о вашей семье, о родителях. Ну, мои родители, когда-то, вот, бабушка, дедушка, мама, папа, отца, они когда-то, наверное, до революции еще, или после революции, да, наверное, они приехали откуда-то из России, вот, здесь уже познакомились, вот, и уже тогда появился, вот, мой отец, там, его братья и сестры, как бы, у них тоже довольно-таки большая семья была, а мама, мама здесь родилась, в Зеленчукской, потом они когда-то познакомились, тоже поженились, вот, в итоге потом у нас трое, у нас тоже, как бы, у меня есть брат, сестра, и я, как бы, тоже у нас такая, ну, не очень большая разница, но я сама младшая, вот, ну, я сама, как бы, тоже родилась, не в Зеленчуке, я родилась в Ставрополе, получается, что родители на тот момент, ну, как бы, уехали в Ставропольский край, там был какой-то племморепродуктор, разводили, там гусей, быков, то есть, ну, и мои родители там работали, вот, они работали, и, в общем, когда пришло мне время, как, в этот свет прийти, а не, ну, на этот свет прийти, они были именно там, а там не больница, ничего, и, то есть, как бы, да, я родилась в Ставрополе, это был самый ближний роддом, вот, ну, потом, когда мне исполнился год, они вернулись уже сюда, и все, вот, где-то с года я уже в Зеленчукской, и уже отсюда, как бы, никуда не уезжала, и даже, наверное, не представляю, что я могу где-то жить в другом месте, как сын говорит, что вот горы, небо, вот эта грохочая река, я без этого не могу тоже, для меня это, в другой раз вот Сереже говорю, хочу в лес, просто говорю, повези, просто тут дерево обнять, на небо посмотреть, ну, вот, вот так, что еще свои они, отец все время в колхозе проработал, он был колхозником, мама, ну, тоже какое-то время была в колхозе раньше, ну, раньше у нас завод был, и колхоз, потом уже мама перевелась на завод, ну, и, в общем, как бы, жили, нас растили, ничего, как бы, такого, занималась тоже спортом, вот, мы все, наверное, помешанные на этом, занималась спортом сначала, потом, когда уже подросла, пошла на, ансамбль песни и прески, кубанка, в общем, я занималась там, ну, практически замуж, я выходила оттуда, мои ребята, девчата меня провожали, как бы, вот, ну, выучилась, закончила, поженилась, и все, и живем дальше в Зеленчукской, ну, вот только дочь, там, вот у нас трое деток, дочка, как бы, только не в Зеленчукской, Саша, уже тоже взрослая, у нее своя семья, даже, да, тоже уже двое деток, вот, она живет на Камчатке, вот, Саша здесь, надеюсь, что здесь все будут, ну, Ярославка еще маленький, еще, как бы, время покажет, у него еще все впереди, Сашу горы держит, просто, не отпускает, он не собирается никуда, я не могу, однажды мне предоставилась возможность работать в Белоруссии, ну, так, я с армии пришел, искал работу, и через одну фирму попал на белорусскую атомную электростанцию работать, она была на стадии строительства в тот момент, в общей сложности, три года я там проработал, иногда приходилось находиться там до полугода, особенно, когда начался ковид, изоляция, вот, закрылись ЖД-дороги, вот это все, и Белоруссия у нас равнинная страна, и от нехватки солнца, гор, я спустя, ну, два месяца начинал впадать в дичайшую депрессию, просто мне не хватало гор, я не знаю, ну, вот так вот у меня, и я просто еле доживался, можно так сказать, до конца вахты, приезжал домой, так сказать, напал о воздухе, о жизни, и спустя месяц ехал обратно на вахту, ну, в итоге, в общем, любовь моя, к, так сказать, малой родине, пересиливает все, я не вижу себя где-то в Москве, в Питере, в больших городах, даже, я не хочу уезжать отсюда, мне нужны горы, мне нужен лес, я не могу без этого, ну, это зависимость у кого-то, у каждого, она своя, у меня такая, потому что мы, наверное, все, все, она еще по крови туда передалась, пойдет в службу, у нас акробатикой занималась, раньше во второй школе Бухарба Бекирович был тренер, хороший, на его нету, царство на небесное, вот он вел, и они молодцы, там и пирамиды строили, и крутились, и вертились, ну, акробатика, это спорт, это как бы, да, вот он, он тоже, как бы, он был настолько, как бы, наверное, предан своему, вот, делу, детям, вот он просто тратил свое личное время занимался, создал этот кружок, возил нас на турслеты, возил нас просто так же, опять же, в тот же Архиз, просто погулять, просто вот, провести время, чтобы, потому что где-то не болтались, а уже, вот, вязали какие-то узлы, привязывали к деревьям, переправлялись вот этим веревкам, то есть это было настолько сказочно и интересно, ну, вот он этим занимался, сейчас его уже нет, его сын, но он... Да вы должны его знать, он как-то, он как ушу преподает, а он как-то снялся одно время в фильме, он с Семеном играл там. С сыном, но моего преподавателя, он тоже такой молодец, очень. Ну, с детьми тоже он занимается здесь, ведет тренерскую работу. Ну, и так как мы в преддверии Нового Года, у вас и у нас есть такая возможность поздравить телезрителей, что бы вы им пожелали? Ну, как и принято, в первую очередь, это всем здоровья, всем, как говорится, взаимопонимания, гармонии, в семейной, в родственной, с друзьями, чтобы как бы все находили общие точки соприкосновения, чтобы не было всякой ерунды. Потому что семья, дружба, это самое ценное, что осталось у нас сейчас, в этой жизни. Ну, я хочу пожелать всем в этом году, так как и в следующем, как и еще дальше, всем здоровья, всем счастья, вот, чтобы всех радовали их дети, вот, чтобы, как бы, дольше жили старики, как можно дольше, вот, больше солнца, синего неба, ну, в общем, чтобы у всех все было хорошо. Спасибо вам большое за теплую беседу, за искреннюю, за откровенную, и, конечно же, за все пожелания. Дорогие телезрители, с наступающим Новым Годом! Увидимся в следующем выпуске! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова